Всем привет! Этот объект относится к смоленому убежищу. На канале, кстати, есть плейлист, в котором все видео по убежищу расположены в правильном порядке. SCP-2792. Сара. Снежный кролик. Объект номер SCP-2792. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. SCP-2792 должна постоянно находиться в защищенной камере содержания 368. Далее, ЗКС-368. В зоне 45С. ЗКС-368 обязана выдерживать внутреннюю температуру до минус 225 градусов по Цельсию. Любые предметы, роскоши, личные вещи, а также оборудование для обращения с SCP-2792 должны быть подвергнуты соответствующим модификациям для работы в условиях низких температур. ЗКС-368 должна быть оборудована мощной воздушной системой отопления для предотвращения понижения температуры до экстремально низких значений в аварийных ситуациях или же в случае эмоциональной нестабильности субъекта. Любой персонал, входящий внутрь ЗКС-368, должен быть облачен в изолированный костюм класса А для работы в неблагоприятной среде. Если по какой-то причине SCP-2792 покидает свою камеру, персонал зоны 45С должен быть эвакуирован в зону 45А или в 45Б в соответствии с протоколом Хейварда. SCP-2792 разрешается проходить психологическую консультацию каждый понедельник, среду и пятницу. Описание. SCP-2792 это коллективное обозначение для SCP-2792-1 и SCP-2792-2. SCP-2792-2-1 представляет из себя белую куклу-крольчиху с конечностями и с темно-красной тканью, черными пуговицами-глазами и марлевой тканью, обернутой вокруг головы, шеи и запястья. Кукла изготовлена на основе хлопко-полиэфирной ткани. Температура тела составляет около минус 210 градусов по Цельсию. Когда Тиро-2 вселяется в Тиро-1, последняя способна к передвижению со скоростью примерно 4 км в час. Температура воздуха вокруг Тиро-1 опускается до экстремально низких значений, чаще всего держась на отметке минус 45 градусов. При этом холод исходит не от самого субъекта, а имеет место в его непосредственной близости. Если сущность не сдерживать, погода в радиусе 72 километров подвергнется изменениям, что станет причиной метелей и аномальных снегопадов. Тиро-2 способна сознательно повышать и понижать температуру окружающей среды. Зарегистрированный рекорд для Тиро-1 составляет минус 201 градус. Температура оставалась неизменной на протяжении 1 часа и 23 минут. Однако субъект не способен поднять ее выше минус 21 по Цельсию. Если сущность не сосредоточена на изменении окружающей ее температуры, то через некоторый промежуток времени она вернется к минус 45 градусам. SCP-2792-2 это бывший агент Сары Кроули. Рост тиро-2 составляет 197 сантиметров. Агент подвержена первой стадии информационного возражения SCP-1903. Секрет Джеки. И представляет из себя полуматериальную. Полуматериальный. Используемый фондом термин для описания объектов и сущностей, которые не являются материальными и могут проходить сквозь твердые предметы. Однако все еще способны физически взаимодействовать или в любой другой степени воздействовать на твердые материальные объекты. Сущность. SCP-2792-2 наделена значительно большей физической силой в сравнении с той, которая наблюдалась у Сары Кроули при жизни. Перед постановкой на содержание Сара Кроули числилась погибшей во время исследований SCP-1619. Тиро-2 способна вселяться в тиро-1 и контролировать куклу так, как если бы та являлась ее настоящим телом. Экземпляры SCP-2792 не могут находиться дальше, чем в 5 метрах друг от друга. В случае, если тиро-1 отдалится от тиро-2 на достаточное расстояние, последний исчезнет, после чего вновь появится вблизи тиро-1. SCP-2792 имеет непосредственную связь с демиургом класса Брут, сущностью известную как Сари, которая родилась и скончалась в пределах SCP-2746. Агент Сара Кроули, SCP-2792 и Сари, вероятно, являются одним и тем же человеком в разные периоды времени. Влияние SCP-2792 на окружающую температуру предположительно связано с Сари, которая имела связь с суровыми метелями, бушевавшими в пределах SCP-2746. Приложение 2792-1. SCP-2792 была найдена 20-12-2000 в пустыне Мохаве, став причиной аномальной крупномасштабной метели. Информация о данном событии не могла быть утайна от общественности из-за образовавшейся погодной аномалии, достигавшей Лас-Вегаса. Однако какая-либо связь данного события с SCP-2792 или деятельностью фонда была успешно скрыта. На данный момент метель была обнародована как необычное погодное явление. SCP-2792 была обнаружена неподалеку от герметичной ранее камеры производства лаборатории Прометея, которую SCP-2792 разрушила, пытаясь освободиться. Документы по SCP-2792. Предисловие. Следующая документация является сборником всех записей и протоколов интервью, относящихся к периоду пребывания SCP-2792 в стенах лаборатории Прометея, а также восстановленных файлов, найденных в лаборатории Прометея. По причине связи SCP-2792 с деятельностью фонда файлы из данной документации могут на него ссылаться. Приведенные ниже документы проходят под юрисдикцией протокола Хейворда и могут быть просмотрены только психиатрическим персоналом зоны 45, персоналом со специальным допуском 2792, текущим администратором зоны 45 или с разрешения Совета О5. Интервью 2792. Опрашиваемый SCP-2792. В интервью упоминается как Сара. Опрашивающий доктор Крот. Предисловие. Данное интервью состоялось, когда личность SCP-2792 как агента Сары Кроули была подтверждена через дней после постановки на содержание. Доктор Крот был выбран для проведения интервью по причине его дружественных отношений с SCP-2792 на момент, когда она еще работала на фонд. На протяжении интервью доктор Крот обращался к SCP-2792 по имени. Начало протокола. Доктор Крот. Ну что ж, привет, Сара. SCP. Пауза. Сара? Не какой-то там SCP-номер. Я так полагаю, что вы все же нарыли на меня больше компрометирующей информации, чем в тот случай, когда я раскрыл вам причину возникновения той дыры в форме кулака в женской раздевалке в 1930-м. Доктор Крот. Да-да, именно так. И да, вы и Стюарт. Данные удалены. SCP. Смеется. Не могу поверить, что ты до сих пор помнишь об этом случае спустя столько лет. Когда я тебе вообще об этом рассказывала? Я полагаю, это произошло, когда я напилась в хлам на той вечеринке в честь Хэллоуина много лет назад. Доктор Крот. Ну, вообще, о таком довольно трудно забыть не находишь. У нас до сих пор в качестве напоминаний о тех событиях красуется огромная вмятина, которую ты оставила на одном из шкафчиков. SCP. Погоди, ты серьезно? Прошло ведь 40 лет, а его дверца все еще открывается? Доктор Крот. Чудеснейшим образом. SCP. Офигеть, ну, по крайней мере, они заменили эти раковины. Доктор Крот. Да, что же, приятно осознавать, что ты вспоминаешь об этом с улыбкой. Это хороший знак. Видимо, ты идешь на поправку. Как думаешь, ты уже готова поговорить о твоем времени, проведенном в лаборатории Прометея? SCP. Я... я могу попробовать. Не могли бы вы только, я не знаю, пройтись сначала по медицинским записям Прометея? Доктор Крот. Мы можем, и мы это уже сделали. Но единственное, что мы смогли извлечь из этого, это личные записи доктора Альвы. Ты действительно хочешь, чтобы эти записи были единственным вкладом в наше понимание того, что тогда произошло? Рассказ о том, что случилось, может помочь тебе выпустить пар. SCP. Возможно. Но для начала, я что-то слышала о протоколе Хейварда. Не мог бы ты рассказать, что это вообще такое, какое-то отношение имеет к Стюарту? Доктор Крот. Если я расскажу тебе, ты перестанешь тянуть время? SCP. Да. Доктор Крот. Данный протокол гарантирует безопасные и комфортные условия для любых воспитанных и разумных существ, поставленных на содержание. По большей части включает в себя соблюдение конфиденциальности между пациентом и врачом, консультации, а также всеразличные развлечения и тому подобное. Стюарт разработал данный протокол для Зоны 45, на момент, когда он еще был при делах. SCP. Ох, это клево. Как думаешь, я могу увидеть его? Доктор Крот. Я... я замолвлю за тебя словечко. SCP. Ты замолвишь за меня словечко? Серьезно? Прошло бог знает сколько времени, а все, что ты собираешься сделать для меня, это замолвить словечко? Ну спасибо. Доктор Крот. Это лучшее, что я могу сделать на самом деле. Я не уверен, можно ли вообще это обсуждать. SCP. Почему бы это вообще нельзя было обсуждать? Со Стюартом что-то случилось? Что вообще происходит? Доктор Крот. Нет, нет, ничего, все просто бумажная волокита. SCP. Ну, конечно. Доктор Крот. Так что случилось в лаборатории Прометея? SCP. Доктор Альва, садистский ублюдок, вот что случилось. У них были проблемы со мной с самого первого дня, я даже не знала, кто они, однако было очевидно, что они давно знают меня. Доктор Альва накачивала меня какими-то чертовыми препаратами. Постоянно. Этого достаточно? Доктор Крот. Они применяли к тебе насилие? Ну, в смысле физическое. SCP. Пауза. SCP становится заметно расстроенной, температура в комнате начинает падать. На самом деле, да, они применяли физическое насилие. Слушай, мы можем это прекратить? Я не хочу сейчас об этом разговаривать. Доктор Крот. Нам не обязательно говорить об этом прямо сей. SCP. Ты думаешь, я не понимаю этого? Я же сказала, что не хочу разговаривать об этом, Крот. Господи, что я еще должна сказать, чтобы ты заткнул свою жирную пасть? Если тебе так хочется поговорить, может, перестанешь нести мне тут всякую хрень про Стюарт, а? Слушай, не мог бы ты просто свалить к чертям? Я вообще не в настроении, чтобы разбираться с этим дерьмом. Доктор Крот. Хорошо, Сара. SCP. Тяжело вздыхает? Температура вновь начинает подниматься до среднего значения. Прости, это не то, что я имела в виду. Я расскажу тебе все, только не сейчас. Если вы мне дадите копию каких-то документов, я бы могла что-то в них добавить или подредактировать. Но на данный момент я не думаю, что я в состоянии о чем-либо говорить. Доктор Крот. Я понимаю. Я сам со всем разберусь. Просто береги себя. Конец протокола. Заключительный комментарий. Как только доктор Крот покинул ЗКС-368, температура в камере упала до экстремальной отметки. Через две минуты после окончания интервью, SCP-2392 залезла на кровать, укрылась одеялом и прислонилась к стене. Первичный осмотр. Ремесленник. 004. Лаборатория Прометея. Имя пациента. Кроули Сара. Дата. 27.03.1960. Время. 16.45. История. Сара Кроули это бывший ремесленник. Номер 4. Сари. А также бывший агент фонда. В отличие от Стюарда Хейворта, ее партнера, скончалась, из-за чего первее всего получила искусственное тело. Примечание. Это указанное ранее тело куклы. Дизайн был разработан Агатой Уайт. Сара продемонстрировала феноменальную силу и выносливость, будучи человеком. Схожие результаты ожидаются от нее при вторичном появлении. Статус. Пациент стал очень слабым. Очевидно, из-за куклы, к которой та привязана. Однако, ее вторичное проявление, как ожидается, превзойдет ее прежнюю версию и достигнет послевоенного ремесленного уровня, после завершения курса лечения. Пациент идет на поправку. Температура вокруг пациента падает с каждым днем. Ожидается, что этот эффект будет усиливаться по мере выздоровления. И, в конце концов, достигнет результатов ее первоначальной формы. Это является отражением ее роли и статуса в... Инструкции, рекомендации и планы. Кукла, к которой привязан пациент, была сконструирована таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к ее ядру для подачи всех необходимых компонентов. Это должно значительно облегчить процедуру введения ежедневной дозы витаминов, питательных веществ и предписанных ей средств. Цель ухода за пациентом состоит в том, чтобы сделать ее фазы бодрствования как можно более короткими и безболезненными путем регулярного введения снотворного, приближая тем самым для нее день вторичного проявления. Курс лечения также подразумевает, что после его завершения пациент станет куда более выносливым и не будет нуждаться в реабилитации. Курс лечения пациента продлится до тех пор, пока человеческое тело ее партнера, Стюарта Хейварда, номер 3 Стюарт, не придет в негодность. Лаборатория Прометея не будет принимать никаких дальнейших действий, чтобы ускорить или задержать его прибытие. А до тех пор данный пациент останется на попечении доктора Альвы и их команды. Документ 2792-2 Примечание Ниже приведены записи, найденные на личном компьютере доктора Альвы. Большая часть записей хранилась в зашифрованных файлах, вместе с копиями рецептов, выписанных для SCP-2792. 27.03.1960 Мы не уверены, как это вообще понимать. Мы стали работать в этом месте только для того, чтобы возвысить нас в глазах нашего партнера. Мы и представить себе не могли, что после всех этих трудов, вложенных в то, чтобы показать ему, как мы изменились, этот деспот падет перед нами прямо на колени. Мы даже не смогли скрыть нашего отвращения, когда Агата попросила нас выказать ей хотя бы ту маленькую крупицу вежливости, которую мы выказывали ей, будучи там, дома. Почему же мы ей ничего не ответили? Потому что мы хотели, чтобы нас отстранили от этого задания. Как бы то ни было, мы еще посмотрим, сможем ли мы переложить ответственность на кого-то другого. 28.03.1960 Отчет миссис Уайт о работе, который нам придется в скором времени выполнить, наконец-то прибыл. Мы ожидали, что у нас могут возникнуть с ней какие-то личные разногласия. Поэтому даже и не думали, что все будет настолько просто. Все, чего она хочет, это чтобы оставшееся время для пациента прошло быстро и незаметно. Когда вообще там Сювард собирается помирать, по ее мнению? Полагаем, что это не имеет значения. С такими указаниями легко работать. Мы сказали ей, что мы будем поддерживать сон пациента до тех пор, пока не настанет время проснуться. Должно быть безболезненно. Счастливая сука. Мы бы тоже хотели просто лечь и спать весь день. 07.04.1960 Прошло чуть больше недели с тех пор, как нам выдали это поручение. В своей голове мы продолжаем прокручивать тот случай, произошедший пару дней назад. Тогда мы, мы немного повеселились. Возможно, даже куда больше повеселились, чем нам было дозволено. Пациент лежала там же, где обычно, и нам пора было менять ее мешки с препаратами и все такое прочее. Вокруг у нее стало чертовски холодно, и мы даже не смогли сосредоточиться на своей работе из-за этого. Мы накинули на нее одеяло, однако это никак не помогло. Мы вспомнили этот холод. Насколько сильный мороз она создавала тогда, еще сотни лет назад. А потом мы ударили ее. Потом мы начали избивать ее. Мы знали, что она ничего не почувствует, находясь под препаратами. Скорее всего, ей было просто плевать. Но нам нет. Мы почувствовали себя лучше. Мы даже почти забыли о том, что нас могут уволить за подобное. Оглядываясь назад, мы технически могли бы провернуть это и снова. В плане, ведь видеонаблюдение ведется только за коридорами, а в самих комнатах камер нет. Технически мы могли бы пойти туда по расписанию, чтобы быстро сделать все важное дерьмо и отмутузить ее, пока никто не видит. И мы можем делать так каждый день, если нам захочется. Черт, да, она заслуживает худшей участи. Нет, в этом нет особого смысла, когда она ничего не может почувствовать, находясь в своих влажных грезах, верно? Мы могли бы делать это время от времени. Ну, что-то вроде снятия стресса. 08.04.1960. А что если мы просто... Что если мы только что придумали причину для того, чтобы назначить ей тетродотоксин? Тетродотоксин – вид нейротоксина, присутствующего у ряда морских существ. И ведь и правда. Почему бы не использовать его вместо снотворного? Только вот мы очень сильно волнуемся за остальных. Если они узнают, чему тут занимаемся, нас могут уволить. И мы будем делать это только ночью, когда в здании никого не будет. Мы знаем идеальную дозировку, которая парализует ее таким образом, что она будет только выглядеть спящей. Однако на деле будет бодрствовать и чувствовать все. Не похоже, что эта сука сможет просто так помереть и в этот раз. К черту все. Интервью 27.92-3. Опрашиваемый. SCP-27.92. В интервью упоминается как Сара. Опрашивающий. Доктор Крот. Доктор Крот. Привет, Сара. Ты готова к интервью? У нас есть несколько вопросов для тебя. SCP. Угу, я готова. Крот. Давай начнем с самого начала. Не торопись с ответом. Знаешь ли ты, сколько прошло времени с тех пор, как тебя взяли под крыло лаборатории Прометея? SCP. Да, я знаю. Я умерла 28 марта 1960 года. Прошло примерно 38 лет. Крот. Хорошо, хорошо. Ты отлично справляешься. Ты еще сказала, что тобой занимались непосредственно доктор Олева. А как много ты знаешь о них? SCP. Она не человек. Она называла себя как бессмертный скульптор реальности. Я точно могу подтвердить эту часть про бессмертность. Но в остальном не уверена. Однажды она перерезала себе глотку. Просто чтобы побесить меня. В остальном нет. Она, по-видимому, врач. Одна из тех, кому Прометей доверил меня. Крот. Помимо Альвы. Был ли там кто-то еще, кто мог причинять тебе вред? Ты сказала, она была бессмертна. Как думаешь, есть ли там еще такие? SCP. Нет, Альва была единственной. Лаборатория Прометея хотели, чтобы я оставалась в коме на протяжении всего моего пребывания там. Это все. Я не знаю, сколько там еще таких же, как Альва. Я видела, что Уайт сделала с ними. По ее воле они просто пропадали в один момент. Так что я думаю, что с ней тоже что-то нечисто. Крот. Альва допрашивала тебя? Была ли ты единственной, с кем так обращались? Вообще. Была ли ты там единственной такой? SCP. Нет, насколько я знаю, нет. Крот. Как ты думаешь, знает ли кто-то из Прометея какую-либо секретную информацию о фонде? SCP. Уайт может. Альва сомневаюсь. Крот. Есть идеи касаемо того, как ты стала тем, чем являешься. SCP. Не совсем. Эта кукла выглядит похожей на меня, я полагаю. Она работает как филоктерия, к которой я привязана и в которую я могу вселяться. Буду честный. В этой форме я чувствую себя куда более комфортно, чем в моем предыдущем теле. Это сложно описать. Я думаю, не будет откровением, что вероятно, это был самый простой способ для них вернуть меня. Крот. Кстати, о них. Как ты думаешь, почему лаборатории Прометея так поступили с тобой? SCP. Я не знаю. Это не свойственно для организации вроде них, верно? С такими вопросами обращайтесь к администратору, не ко мне. Крот. Я знаю, что следующий вопрос будет для тебя тяжелый. Но что именно Альва делала с тобой? Не торопись с ответом. SCP. Они... Ух. Сначала они подсадили меня на какие-то их странные препараты. Я была полностью парализована. Однако я могла чувствовать все, что они делали. Как только они поняли, что я проснулась, они начали избивать меня до потери пульса. Перекинули меня через всю комнату и вырвали катетер. Мою руку словно с корнем оторвали. Каждый раз они потом восстанавливали меня. Но становилось только хуже. Они даже начали записывать все это. Хрен пойми зачем. Один раз даже принесли с собой дубину. К счастью, после этого случая их поймали. Крот. Да, мы видели. Как ты думаешь, зачем Альва это делала? SCP. Я часто думал об этом. Однажды они сказали, что это всем есть. Потому что они думали, что я являюсь кем-то под именем Сари. Они сказали, что Сари наказала их. За что, правда, не знаю. Но судя по тому, на что они способны, они явно этого заслужили. Крот. Это все на сегодня. Спасибо тебе за честные ответы, Сара. Мы сообщим тебе, если нам понадобится какая-либо информация. SCP. Да не за что. Только вот я до сих пор помню про Стюарта. Почему ты ничего о нем не рассказываешь? Он умер? Я должна знать. Ты обещал мне рассказать. Доктор Крот. Стюарт претерпел некоторые изменения. Он умер, но и воскрес, как и ты. Сейчас он классифицирован как SCP. Речь идет о SCP-2999. SCP. Ох, а что случилось? Доктор Крот. Он был воссоздан в лабораториях Прометея. Но что-то там выдавало себя за тебя, пока он был там. SCP. Ох, нет. А вы что, не могли рассказать ему обо мне? Крот. Мы могли, и мы расскажем. Но пока не знаем как. Она своими словами и действиями ударила его в очень больное место. И пока мы не знаем, как он отреагирует на тебя. SCP. Просто, да просто расскажите ему. Черт, да дайте ему просто почитать мой файл. Прошу вас. Доктор Крот. Я, я посмотрю, что я смогу сделать. Конец протокола. Журнал наблюдения 2792-4. Предисловие. 05.01.1998. 20 часов 7 минут. Администратор лаборатории Прометея Агата Уайт заходит в комнату к SCP-2792. Следующая запись была найдена на компьютере доктора Альвы. Съемка ведется через видеокамеру. Начало записи. Доктор Уайт заходит в комнату, ставит сумку возле двери и подходит к SCP-2792-1. Доктор Уайт. Хей, Сари, ты как, держишься? Ты, наверное, меня не слышишь. А если и слышишь, то наверняка не помнишь. Я просто хотела ненадолго заскочить, ибо твое время подходит к концу. Боги, да весь Прометея уже подходит к концу. Ты скоро увидишь Стюарда. Хей, да? Мне очень жаль, что меня не было рядом на протяжении этих долгих четырех десятилетий. Я ужасно, я знаю. Но я была занята, понимаешь, особенно в последнее время. Я готовилась, стараясь снизить любые потери к минимуму. К тому же, по правде говоря, я не хотела видеть себя такой. Именно по этой причине я передала тебя в руки к Альве, и не беспокоилась об этом до сегодняшнего дня. В любом случае, я намерена вернуть твою сущность в этот мир, любя тебя. Раскладывает какие-то бумаги на столе, затем останавливается. Доктор Уайт. Погоди-ка, что это за рецепт? Почему они прописали тебе эту дрянь? Стоп, а это что? Доктор Уайт опускает глаза вниз и достает из-под стола дубинку. После этого она начинает обыскивать комнату. Читает файлы и просматривает компьютер Альва. С каждой минутой становясь все более обеспокоенной. Доктор Уайт. Ох, Альва, какого хрена? Конец записи. Предисловие. Ниже приводится последняя запись, связанная с SCP-2792, имевшая место незадолго до закрытия Прометея. 09.01.98. Данная запись была найдена внутри контейнера, в котором была обнаружена SCP-2792. Запись начинается с того, что доктор Альва возвращается из отпуска и закрывает за собой дверь. Начало записи. Доктор Альва. Ну, привет, принцесса. Рады. Рады были вернуться к тебе. Что же, нас с тобой ждут незаконченные дела. Доктор Альва подходит к ящику с медицинским оборудованием и берет оттуда несколько шприцов и препаратов, после чего направляется в сторону SCP-2792-1. В этот момент доктор Уайт отпирает дверь и заходит в комнату с двумя вооруженными охранниками. Доктор Альва. Ох, здравствуйте, администратор, что вы тут делаете? Доктор Уайт. Ничего, просто хотела сообщить вам, что вы больше не работаете с Саре. На этом ваши полномочия окончены. Доктор Альва. А, мы так полагаем, Стью уже мертв. Доктор Уайт. В скором времени будет. Но я здесь не по этой причине. Если бы это случилось, меня бы тут на данный момент не было. Доктор Альва. Для чего вы здесь? Доктор Уайт. Вы, черт побери, и так все это знаете. Неоднократные издевательства над пациентом. И бог знает, что еще. Даже не заставляйте меня вспоминать о том, чем вы занимались в... Чертов работорговец. Доктор Альва. О, так ты знаешь об этом, да? Доктор Уайт. Да, я знаю. Господи. По вашему, кроме Стюарта и Сари, никто об этом не знал? Доктор Альва. Это было всего несколько раз. Не упрекай нас в том, что мы сделали. Тогда все были в чем-то виноваты. И ты это знаешь. Не будь ты так лицемерна. Мы не собираемся просто так сидеть и скорбить о том, что мы натворили в прошлом. Еще вы. Нам не жалко ни одного захваченного, проданного и съеденного. Никого бы то ни было еще. Мы осознаем ту боль, которую мы причиняли. И это был ад. И мы должны были что-то сделать, чтобы выжить. Ровно как и ты. Так давай же, застрели нас. Доктор Уайт. У меня есть идея получше. Конец записи. Заключительный комментарий. Под конец записи видно, как в комнате гаснет свет. Действия присутствующих в темноте невозможно разобрать. Альва издает вздох. Но каких-либо других звуков от субъекта не наблюдается. Когда свет снова загорается, на записи видно лишь доктора Уайт и двух охранников. Доктор Уайт поправляет галстук и выключает видеокамеру доктора Альва. После закрытия лаборатории Прометея, доктора Альва так и не была обнаружена. Выписка пациента Ремесленник 004. Лаборатория Прометея. Имя пациента Кроули Сара. Дата выписки. 08.01.98. Статус. Пациент сейчас находится в куда более плачевном состоянии, чем полагала администрация. Несмотря на то, что пациент полностью здоров с физической точки зрения, она перенесла сильную душевную боль и получила тяжелую психологическую травму. Причиной которой стало ужасное обращение доктора Альва. Доктор Альва на данный момент находится в надежных руках администратора Агаты Уайт, которая следит за исполнением их повторного наказания в... Инструкции, рекомендации и планы. Пациента следует передать в руки фонда SCP, так как дальнейший уход за ней в стенах лаборатории Прометея не представляется возможным. Она, как и Стюарт Хайвард, будут проинформированы об их прошлых жизнях до начала мятежа. Вместе они должны будут сами определиться с тем, что им следует делать дальше, а также сами должны сформировать свое собственное мнение о мятеже. Воспитательный указ 2746-237 Без сожаления, мы исполняем наказание Альвы за ее зверство по отношению к нашему народу. Альва служила оракулом. Ее жизнь ничего не стоила. Хотели бы мы сказать, что ее слуги были полезны в лучшие времена. Однако это не так. До сегодняшнего дня Альва пользовалась теми, кому повезло меньше, чем ей. Ее наказание заслужено, мало кто будет скучать по ней. В недавнем прошлом она организовала захват и продажу братьев и сестер наших ради сбора урожая и привлечения пойманных к рабскому труду. Альва была замешана в продаже одного из наших братьев, греховному члену Фурии. В дополнение к постоянному распятию и дальнейшего переносу в нижний предел, в наказание Альвы были внесены меры, приведенные ниже. Первое. Язык Альвы следует отделить, чтобы та больше не могла распространять свою ложь и одурачивать тех, кого она хочет обмануть. Второе. Разделывать ее плоть нужно так же, как она разделывала других. Резать, кромсать, перемалывать. Ее плоть не должна быть съедена, дабы видела она, что даже в минуты отчаяния мы не уподобимся ей. Третье. Каждый отрубленный кусок должен быть повешен на коле и скован цепью, но не сожжен и не съеден. Это делается, дабы она познала рабство, которое она даровала другим.